Ну то есть приходит время и человек думает о девчонках, у него цель девушка становится. Приходит время, человек думает о детях. Приходит время, человек думает о внуках. Понимаете? То есть время ставит цели. Вот эти цели, которые ставит время, не являются теми, которые приносят долгосрочное счастье. Эти цели имеют жгучую природу. Хочется замуж, хочется замуж, хочется замуж. Это цель, не высшая цель жизни человека. Если девушка хотела сильно замуж, у нее накопился заряд этого желания выйти замуж. Но в этом желании выйти замуж, что там было еще? Я хочу, чтобы меня выслушивали, чтобы обо мне заботились, чтобы меня оценили, чтобы меня любили, чтобы ко мне нежно относились. Есть много-много этих желаний, они копятся, 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 бац, вышла замуж. И что дальше произошло? А дальше все эти желания обрушиваются на мужа, потому что они же копились. Она говорит, я тебя ждала 10 лет, а ты не хочешь даже на меня посмотреть. Видите, она бунтует, потому что он не выполняет ее желания, которое копилось 10 лет. Он даже и не знал об этом, что он 10 лет копился. Не знал, не хотел, дедушку не бил, он дедушку любил. Но столько силы в ней накопилось, как бы желание любви, она ждала очень долго, что он не выдерживает и убегает от нее вообще, не хочет с ней жить, боится ее. Она когда видит его, она сразу хочет от него очень много внимания, а он не может столько дать. Не успеешь уйти, я бегу за тобою, Чтоб во мгле не растаял твой след голубой. Вот такая любовь, вот такая беда, И когда тебя нет, ты со мной, ты со мною всегда. Ну то есть, это же опасно. Человек не выдержит такой нагрузки психической, понимаете? Ни один мужчина не выдержит 10 лет ожидания. Что делать? Надо изучать, надо иметь знания, надо понимать, что эти цели нельзя раздувать, разжигать сердце бесконечно. Женщина, которая постоянно думает о замужестве, она разрушает свою жизнь, потому что она, когда очень сильно увеличивает это желание, она даже не может правильно потом отношения с тем, кого встретила, строить, потому что ей-то его надо на расстоянии держать, чтобы он созрел до отношений. А она сразу в постель прыгает, потому что сильно ждала. А если в постель прыгнуть, то он сразу остывает. Ему уже неинтересно, понимаете? Все, тю-тю. Так часто женщины не могут выйти замуж, не потому что они несчастны, а потому что знаний нет просто. Веды говорят, что надо вот эти жгучие цели, которые ставит возраст, надо выйти замуж, надо рожать детей, надо их отодвигать на задний план жизни, а на передний план ставить духовные цели, те цели, которые требует душа. А душа хочет только бескорыстной жизни, понимаете? Душа привлекается служением. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Светите никаких гвоздей. Вот лозунг «Мой» и «Солнце». Понимаете? То есть душа должна светить, она должна трудиться, она должна отдавать. Тогда счастье возрастает. Но вот эта цель «я хочу замуж», это не душевная цель, это цель тонкого тела, цель судьбы, цель кармы. Карма хочет мужа просто, и всё. И там всё понятно, какого мужа, чтоб не пил, не курил, цветы всегда дарил, ты что мамой называл, был спиртному равнодушен, и в беседе был нескушен. Всё понятно, так действует карма, не то, что у меня такие особенные какие-то желания, так действует энергия женская, судьба, у всех одинаково. И эта цель выйти замуж разрушает жизнь женщины, потому что она не является высшей целью жизни. Это опасная вещь. Эта цель идёт от кармы, а не от души. А все цели, которые только идут от души, являются высшими целями жизни. Допустим, постичь отношения со святостью, с Богом, постичь правильные душевные отношения с мужем. Не телесные отношения, а душевные, которые вечные отношения дают. Вот если ты мужа как душу поймёшь, тогда не будет разрушения семьи, потому что он не будет смотреть на тело женщины, он будет смотреть на неё уже по-другому, понимаете? Он будет смотреть на неё как на что-то более возвышенное. Он не как тело её будет эксплуатировать, использовать. Он будет смотреть на неё как на душу. Что такое смотреть как на душу? Сейчас объясню. У нас есть два примера в жизни смотреть человека как на душу. Первый пример. Когда человек влюбляется в другого человека, то в этот момент сверхдуша открывает человеке самое лучшее. Мы видим человека и думаем, такой хороший человек. Это первое такое впечатление, когда сердца двух людей объединяются, гармония между сердцами возникает, то человек видит самое лучшее в другом человеке. И это лучшее, оно начинает увеличиваться, увеличиваться. И потом люди говорят, так это была иллюзия. Он совсем другой. Ничего подобного, это не иллюзия. Это мы душу увидели, это мы увидели этого человека как на самом деле есть. Мы увидели действительно этого человека на самом деле. А потом то, что мы видим, то, что судьба действует, это всё наносное. Но понимаете, интересно знать, что когда мужчина и женщина друг друга увидят такими, они забывают потом это всё. Говорят, да, у нас нет совместимости, мы и не любили друг друга никогда. Потому что они забывают, полностью забывают. Вот это чувство самое первое, которое они почувствовали, не забывают. Но когда мать видит грудного ребёнка, она не забывает это чувство. Потому что в этот момент она тоже видит душу. Когда ребёнок только рождается, у неё карма не действует. Из него исходит только энергия души. Поэтому говорится, что люди как дети должны стать. Они должны быть душами. То есть они должны быть душевнее. Они должны быть такими деловыми. Они должны учиться быть душевными. Особенно в близких отношениях. Понятно, на работе надо быть деловым. Там надо дела выполнять, обязанности свои. Там от тебя не требуется быть душевным. Но в семье надо быть душевным. Душевным означает другое чувство, которое человек чувствует от ребёнка. Или от того, кого первый раз увидел и полюбил. Первая любовь моя земная, Утро моих глаз, Я тебя совсем ещё не знаю, Вижу в первый раз. Да? Чувствуете? Ты уже повеяла весною, Тает первый снег в отношении. Это так действует первая любовь человека, сознание. Очень сильная душевная такая энергия идёт. Почувствовали эту энергию души? Первая любовь. Видите, я с самого начала лекции сказал, Что часто мы не знаем, Что такое отношения правильные, А пытаемся их строить. Психологи часто не могут понять, Какие отношения должны быть, Потому что они основываются не на душе. Они основываются на карме. Понимаете? Ну, карма — это же наносное. Это то, что заставляет нам сдавать экзамены. Именно душа, она хочет быть счастливой и даёт счастье. Именно душа даёт счастье. Она душевные отношения строит, чтобы быть счастливыми. Они телесные. Тело тоже даёт счастье. Тело молодой девушки даёт счастье. Но бабушку в попу никто не целует. Тело бабушки уже не даёт счастья. Ну, как же тогда жить с бабушкой? Бабушка с дедушкой рядышком, да? «Серебряные свадьбы, Негаснущий костёр, Серебряные свадьбы, Душевный разговор». Вот для чего люди живут-то на самом деле. Они живут не для того, чтобы телом наслаждаться. Их цель — почувствовать душу в друг друге. Душу. Чтобы душевный разговор был. Потому что душевный разговор тысячу, миллион раз слаще, чем разговор двух тел. И современная культура, всю, все отношения людей основываются только на телах. Однополые браки, двухполые браки. Пол — это функция тела, понимаете? Это функция тела, это не функция души. Браки должны основываться на душевных отношениях, а не на телесных. Надо найти душу в человеке. Таким образом, цель, устремлённость не туда. Современная философия чаще всего основана на афрейдизме, на фрейде. То есть это означает, что самое главное глубокое чувство, которое испытывает человек, — это секс. Но самое главное глубокое чувство, которое испытывает человек, — это светлая и чистая любовь, которая принадлежит ду-ше. Ду-ше. Если, допустим, у души такое тело, в котором нет половых органов, но отсутствует, она что, не может любить? Что такая душа обречена на то, что не будет ни семьи, ни любви, но нет половых органов, не выросли? Что делать? Всё? До свидания, жизнь счастливая? Ничего подобного. Я знаю много примеров, когда люди счастливо, бесконечно счастливо живут, не имея возможности даже заниматься сексом. Причина — правильный подход к жизни, правильный подход. Я говорю для вас какие-то сейчас революционные вещи, но поймите такую вещь, что сексом не позанимаешься долго с одним человеком, потому что от этого постепенно приходит отвращение, усталость. Надоедает человек, так же, как мёд вкусный, допустим. Мне нравится такой мёд, допустим, но если один тот же мёд ест, он когда-нибудь надоест, через год, через два. Так и женщина близкая надоедает, и мужчина близкий надоедает. Вы понимаете, телесные отношения присыщаются. Дом, в котором я живу, уже не так радостен мне, как в первый раз я в него въехал. Машина, в которую я езжу, уже не такая мне приятная, я к ней привык. Ну, нормально машина. А до этого я говорю, ой, машина, такая машина красивая. Потом раз — привык. Обычная машина. Так и человек тоже имеет материальное тело. К нему привыкаешь, и всё. И на этом не может быть основано то, что хочет душа. Чего хочет душа? Завтра будет лучше, чем вчера. Она не согласна с тем, что тело стареет. С точки зрения материи, понимаете, ты взял девушку замуж, она стареет с каждым днём. Незаметно, но стареет. И не может быть улучшения отношений с этой точки зрения. Её тело не может наслаждать лучше, чем вчера. Но это факт, что если люди правильно построят свою цель в жизни, в отношениях семейных, цель должна быть правильная, то тогда счастья будет больше. Это факт. Я знаю свой пример и примеры многих моих друзей, которые сделали этот поступок в своей жизни. Они построили правильно отношения, основанные на духовном понимании человека, а не на телесном. И в результате отношения стали лучше и лучше, лучше и лучше. Бесконечное счастье может возникнуть. В ведах описано, что люди, которые строят такие душевные отношения, не могут даже в следующей жизни вместе родиться. Не меняя полов даже. У них будут такие же отношения, как были в прошлом. И даже в духовный мир они могут отправиться, где нет вообще страданий и смерти, вместе, вдвоём. «Двоём с тобой, вдвоём с тобой остались ты и да я, любимая, любимая, весенная моя». там в духовном мире уже, понимаете? Вот. То есть идея в чём заключается, что телесные отношения, вот эти вот секс, там мы хотим наслаждаться друг другом, они устают, надоедают, семьи рушатся. И есть закономерность, что если люди не развивают глубокие отношения, вот эти душевные, это надо иметь знание, как их развивать. Это знание не заложено у нас в теле. У нас в теле заложено знание какое? У нас, видите, какая девочка тут есть, она любит маму, а мама слушает дядю. Это не положено так. Это мама не будет слушать дядю, она будет заниматься мной. Итак, где-то семь лет в среднем психологи изучали, в среднем семь лет люди могут наслаждаться телом друг другу. Потом уже всё, идёт постепенно угасание, телесного счастья отношений. Неинтересно становится совместная жизнь. Поэтому, по крайней мере, в России 80% разводов. Так как у всех телесное представление счастья, люди не понимают, как развивать отношения. Понимаете, у нас в психике есть ум, разум, и есть одна штучка ещё, которая называется эгоизм. Эгоизм — это тоже часть тонкого тела. И есть эгоизм в знании или истинный эгоизм. И эгоизм в невежестве или ложный. Вот ребёнок, допустим, рождается, вот ему, допустим, стакан дают с водой, раз. И когда у него стакан убирают из руки, то есть он может только так. А назад уже всё. Мой стакан. Мой стакан означает функция ложного эго или очищение себя в невежестве. Без знания, без понимания человек чувствует, что такое я и что такое моё счастье. Нет знания и нет понимания. Это вопросы. Но если человек обретает знания, в чём смысл человеческой жизни в обретении знания? Когда человек обретает знание, что я душа, я должен сопротивляться этому чувству эгоизма внутри себя, я должен жить для себя, не для себя, для других людей. Вот эгоизм, допустим, не говорит, что лекции читаешь, у тебя будет уважение людей после этих лекций, слава, деньги и так далее. Добрый вечер. Я знаю, как долго ждали вы встречи со мной. И очень редко можно со мной встретиться. Знаете, совсем другая лекция пошла. Понимаете, о чём я говорю? У нас внутри всегда есть склонность быть эгоистами. Всегда есть эта склонность. Когда человек начинает так себя вести, какая лекция уже, до свидания лекция. Хочется вообще уехать и потратить бензин назад. Никакая лекция не нужна, понимаете? Почему? Потому что, когда человек действует с позиции эгоизма, он разрушает счастье, которое существует в его жизни. Я должен сделать так, чтобы вы были счастливы. Я должен почувствовать и понять, что вы моя награда, а не я ваша награда. Потому что вы пришли на мою лекцию, и я имею возможность вам послужить. Это большая редкость. Сидеть перед такими хорошими людьми. Сидеть и иметь возможность ещё что-то сказать. Или спеть ещё, или станцовать. Может, станцую даже. «Я танцевать хочу, я танцевать хочу». Я так должен быть настроен, но такой настрой — это волевое усилие, которое основано на знании и на вере. Понимаете? То есть я не могу этого усилия совершать, если я не знаю, зачем это надо вообще. Потому что душа, находясь в этом сгустке кармы, она всегда настраивается на ложный эгоизм. У человека, естественно, само собой, вот это желание «мне». Мне нужен муж, мне нужна квартира, мне нужны дети. Понимаете? То есть это противоположное счастью желание, потому что не мне нужен муж, а я должна служить мужу. Не мне нужны дети, а я должна служить детям. Не мне нужна квартира, а я должна заслужить эту квартиру. И тогда она будет в моей жизни. Видите, вот это желание служить, это всегда заслужить. Что значит заслужить? Что, мне не нужна квартира? Сразу возникает бунт. Это кому служить? Это он должен мне служить, Олег Геннадьевич. Это служить. Было бы кому служить вообще? Вы представляете, о чем вы говорите вообще? Это Ваське моему служить? Ну, ну, блин. У меня, знаете, Олег Геннадьевич, это я исключение точно. Это он должен мне служить, потому что я мучаюсь рядом с ним, терплю его. Ваську своего, Олег Геннадьевич. Хочу на индивидуальную консультацию. Хочу задать вопрос, кому служить? Знаете, идея в чем заключается? В том, что если нет знания, то мы не можем начать служить, потому что бунтует психика. Ложное эго, оно может контролировать и ум, и разум, и тело. И как только тело попадает под контроль ложного эго в теле, появляется что? Очень сильная склонность к боли. Склонность к боли называется повышенная чувствительность. Допустим, у женщин больше эгоизма в теле, чем у мужчин. Поэтому женщины, с одной стороны, красивее. Это эгоистическая женская телесная красота, это энергия эгоизма женщины. Она привлекательна для эгоизма мужчин. С одной стороны, женщина красивее, а с другой стороны, очень чувствительно у женщины тело. И нравственные законы, они говорят, что женщина должна одеваться в более мягкую, нежную одежду, спать в более мягком месте. К ней надо дотрагиваться, как пушинки, не так грубо там. Раз. Ты как вообще до меня дотронулся? Ты что, понимаешь, до кого дотрагиваешься? Я же тебе не мужик вообще, ты что? Очень мягко, нежно дотрагиваться, потому что тело очень чувствительное. Когда в теле очень много эгоизма, то оно очень чувствительное становится. Это природа женщины, ничего с этим не сделать. Точно так же у мужчины дальше, после тела, грубого тела, идёт оболочка праны, психической энергии. А у мужчины психической энергии, эгоизм. Как это выражается? Это выражается в том, что мужчина может делать только то, что ему нравится. Он не может делать то, что ему не нравится. Допустим, жена говорит, иди помой пол. Он такой... Ну, вот женщина идёт раз, помыла пол. Вообще никаких проблем. Иди помой пол. Хорошо, хорошо, сейчас пошла, помыл. Всё, нет проблем. Иди помой пол мужу. Он такой потеет, по прямой линии такой, жук, помыл. Чувствуете, да, о чём? Мне жена разу попросила порезать салат. Огурчики порезать. Я с удовольствием для жены. Не то, что я люблю резать салат, но я с удовольствием. Я начал резать, а она говорит, мой хороший, так огурчики не режут, надо тоненько. Когда не показал, начал потеть. Лучше бы я 50 гвоздей прибил, чем один этот огурчик тоненько разрезать. У меня просто психика не выдержала нагрузки. И плохо стало. Ну, у вас есть, а у нас нет. Ну, где мы занимаемся, да? Всё нормально, это уже экономические отношения. Мы с вами устанавливаем духовные. Кроме машинки, есть ещё такой момент, что огурчики, порезанные с любовью рукой женской, вкуснее в два раза, чем порезанной машинкой. Потому что половина примерно в пище энергии продукта, питания, а половина энергии любви. Вот представьте, алкоголик вам лапшу просто возьмёт, лапшу пожарит. Алкоголик в состоянии опьянения. И святой человек рядом пожарит лапшу. Когда вы будете есть лапшу, алкоголь к вам тошнить будет. Хотя по одному и тому же рецепту технологии одинаковые. Лапшу алкоголика едите, лапшу святого человека едите, классно. Чувствуете, о чём я говорю или нет? Это психическая энергия уже пища. Она наполняется, когда человек готовит. Поэтому важно иногда готовить руками пищу близким людям, чтобы они любили, чтобы энергия любви в них наполнялась. Это очень важно знать об этом. Видите, мы много чего не знаем, мы всё заменяем. Мы же не ставим машинку жене на ночь, чтобы она с ней сексом занималась, с машинкой. Муж должен быть, это означает энергия любви. Также и пища тоже. Там тоже есть энергия любви. И постель тоже, одежда, которую муж носит, ну хотя бы вы её подержите в руках перед тем, как давать. Подержите так, чтобы тебе в этой одежде хорошо было ходить. Уже энергия ума, всё это наполняется. Энергия ума, любви, души. Надо со всем соприкасаться в этом плане, чтобы счастье было в семье. А то машинка будет стирать, машинка развешивать одежду, машинка раздавать, машинка готовить, машинка кормить. И мозги какими станут? Как машинка. Квадратное лицо, квадратные очки, квадратные глаза, квадратные зрачки. И челюсти его звенят, как жернова, когда он говорит квадратные слова. Вы знаете, да, о чём я говорю? О энергии любви. Или отсутствии энергии любви. Это важно мне. Но машинка — это тоже хорошо. Иногда некогда, просто не хватает времени человеку. Итак, движемся вперёд. Энергия эгоизма является главным врагом человеческой жизни. И энергия эгоизма вводит состояние жизни, семейной жизни человека в три состояния. Первое состояние — невежественная жизнь, семейная. Чем больше энергии эгоизма, вот этого отсутствия знаний или эгоизма в невежестве, давайте говорить эгоизм благости, эгоизм невежести. Чем больше эгоизм невежести наполняет человека, чем меньше знания у человека в жизни, тем меньше понимания, как надо строить отношения. Вот отношения в невежестве, наполнены эгоизмом в невежестве. Психика человека работает только в одном направлении. Я знаю, как мне любить. Я знаю, что мне надо в жизни. Я знаю, а то, что мне говорят, это всё фигня. Я знаю, как не учите меня жить. Эллочка-людоэдка сказала. Учите меня жить, парниша. Ну то есть идея в чём заключается? В том, что когда два человека сходятся в близкие отношения, и у них обоих эгоизм работает в невежестве, без знания, а знание превращает эгоизм в истинный эгоизм. Этот эгоизм имеет уже духовную природу. У нас есть истинный эгоизм. Истина означает, хочу заботиться о человеке, хочу ему помочь, хочу для него сделать приятное и забыть про себя. Да? И даже если не любят нас... То есть это истинный эгоизм так действует. Он хочет служить, он забывает про себя. Любит меня человек или не любит, я буду ему служить, я буду о нём заботиться. Видите, как у нас сердце ёкает? Так не хочу. Это ложный эгоизм, говорит. А чтобы его победить, нужно знание, нужно силу, нужно усилия всегда совершать собой. Для того, чтобы счастлива семейная жизнь, надо перешагнуть через себя. Надо делать то, что человек счастлив будет от чего, а не я. Говорит, так он обнаглеет совсем. Это факт. Но есть ещё следующий этап. И это факт, что если служить человеку, он начинает чувствовать себя очень вольготно в отношениях, начинает наглееть. Но параллельно с этим, если ты бескорышно ему служишь, в отношениях также развивается уважение или благодарность к этому человеку. Благодарю. Понимаете? То есть он чувствует, что его жизнь удовлетворяется полностью, и он наглеет. Он привыкает, что ему каждый день вкусно готовят. Он говорит, это я по своей судьбе не должен жрать такую пищу, Олег Геннадьевич сказал. Это не моя пища. Меня покармил лучше положен. Вот. Обнаглел. То есть она готовит, ему старается каждый день. Он уже теперь покармил, оказывается, ему положен. Не то, что она с любовью готовит, это ему покармил положен. Как мы с женой шутим, она меня одевает перед поездкой, чистая во все, обнаглаженная. Я подхожу к ней и говорю, посмотри, нормально все? Она говорит, да, чистый, наглазный. Я говорю, я такой по природе. И думаю. Это не по природе, я такой, это меня жена нагладила. Я шучу так с ней просто. Мы смеемся потом. То есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что мы, когда нас любят, заботятся о нас, то мы вдруг решаем, что это мы такие по природе, нам о нас надо заботиться. Но внутри, в душе, все равно сидит глубокая благодарность. Вот эту благодарность, это духовное чувство, когда я бескорыстно что-то с любовью делаю человеку, у него в душе возникает благодарность. И эту благодарность, невозможно с ней ничего сделать. Вот попробуйте сделать так, чтобы у вас благодарность не возникала, когда вам что-то делают хорошее в жизни, когда заботятся о вас. Попробуйте сделать так, чтобы она не возникала, эта благодарность. Я разок в самолёте лечу, так глаза прикрыл, стюардесса говорит, у вас всё нормально? Вы себя хорошо чувствуете? Такая забота. И потом у меня такая благодарность есть, думаю, блин, классный человек вообще. И это чувство невозможно никак скрыть, понимаете? Это чувство, естественно, возникает, когда проявляется истинный эгоизм. Когда человек действительно хочет служить, заботиться, то благодарность возникает. Хоть привыкаешь ты к этой заботе, хоть не привыкаешь. Эта благодарность является основой для дальнейшего развития отношений. Потому что дальнейшие отношения должны развиваться так. Сначала ты вкладываешь служение в человека. Это одна сторона любви, служение. А вторая сторона любви — это строгость по отношению к нему. Строгость. Вот эта строгость, она контролирует деятельность эгоизма в невежестве у близкого человека. Ему стыдно так себя вести с тобой. Но строгость, она не может возникать, если нет благодарности. Допустим, одна женщина мне написала записку. Она говорит, Олег Геннадьевич, я от мужа отстраняюсь, пытаюсь вести себя с ним строго. И уехала к маме на две недели. Они оба слушают лекции. И муж написал мне письмо. Он говорит, поотстраняйся, еще недельку я отдыхаю от тебя. Он говорит, как-то не сработала ваша система. А это не моя система. Если ты любовь не вкладывала в человеку, то, отстраняясь, ты ему даешь только отдых. Как он и написал тебе в ответ. Чем кому нужно такое отстранение? Вот если ты служила человеку, и потом раз — отстранилась, и он чувствует, что уже ему такую еду не подают по своей природе, как бы не получается ему такую еду получить. Потом он догадывает, что это не по его природе еду давали, потому что жена его любит, заботится о ней, о нем. И он тогда чувствует вину. Строгость — это тоже любовь. И если люди только прыгают на задних лапках друг перед другом, то это не любовь. И так же часто люди заботятся друг о друге не из истинного эго, а из ложного. Есть такой скрытый эгоизм — заботиться о человеке с целью что-то от него получить. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это не тот способ. Этот ложный эгоизм рождает очень сильную зависимость от человека. Допустим, девушка готовила мужу. Очень вкусно, хорошо, красиво приготовила. Когда он сел есть, она села рядом и смотрит. Что она хочет? Она хочет, чтобы он сказал, как вкусно, моя хорошая. А ему так понравилось, что он забыл. И она смотрит такая, ну блин, кому я готовила вообще? Она уже недовольная совсем вообще. Зачем я вообще за него замуж вышла? За такого эгоиста вообще. Жрет, даже не летает. Не похвалит вообще. Что за дела? И он смотрит этот взгляд, замечает и думает, блин, лучше бы я вообще в ресторане поел. Понимаете, да, о чем я говорю? Что такая забота никому не нужна. Ни один мужчина сказал, что мне легче готовить самому. Потому что, когда жена приготовит, это очень дорого стоит потом. Я не могу отплатить цену. Да? В чем дело, Олег Геннадьевич? В чем дело? Вы сейчас на кого наехали вообще? Вы кого защищаете этих козлов, которые не могут сказать, спасибо просто за еду? А? Да легко сказать спасибо. Почему не сказал, га? Я тебе готовил три часа. Это трудно. А спасибо сказать легко. У нас с вами семейная сцена уже разыгралась. Видите? Все правильно вы говорите. Легко сказать спасибо, но он забыл просто. Вкусно было очень. А вы поняли, что он забыл или нет? Нет. Нет? Почему не поняли? А потому что хотели услышать слова. Это действует так ложное эго. Причем интересно, когда у женщины ложное эго действует, то она считает, что это правильно. Вот как вы сейчас сказали. А когда у мужчины ложное эго действует, это я был мужчина, у нас есть же семейная сцена, я считаю, что правильно забыть, сказать. И я не виноват. Тоже ложное эго действует. Хотя вот мужчина, у него истинное эго проснулось, он сказал, спасибо, зайчик. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что ложное эго — это, как говорится в Бхагавадгите в ведическом писании, это неукротимый, самый сильный, незаметный враг человеческого счастья. Вот вы даже сейчас не заметили, как ложное эго сыграло свою злую шутку в вашей жизни. Потому что вам бы защищать не свои интересы в этой ситуации, интересы мужа. И тогда вы будете счастливы. Тогда он будет благодарен. Если бы вы смогли так сделать, вы бы ему сказали, я понимаю, что ты просто забыл, ничего страшного. Он бы остался вам благодарен за эти слова. Это уже пришла бы благодарность. И когда вы ему говорите, что трудно было сказать, тогда боль в его сердце возникает, боль и неблагодарность. Понимаете? Вот в этом заключается вся проблема семейной жизни вообще. Вот все скандалы в семейной жизни возникают только из деятельности ложного эго. И сразу возникает вопрос, а что трудно так раз взять его и укротить в отношениях? А я сейчас объясню, что когда мужчина и женщина просто стоят друг перед другом, то ложное эго между ними возрастает неимоверно. Это просто самонакручивающийся механизм, понимаете? И это возрастание ложного эго вызывает очень сильную чувствительность друг к другу и очень сильную боль.